ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Стояла у калитки Дергала за оборванную эту веревочку Не могла попасть сюда никак Не было ее утром Конечно не было Я вчера ее искала Вот пришла звонила везде У нас единственный телефон сестры ее Вот я звоню И тут же раз она нажимает Что не общается Она видимо не знает телефон-то вот И скажет ну кто-то чужой позвонил И отключают И дозвониться никак не могла Я уже двое там Насте позвонила Думала может быть она пошла Вот прошлый раз ее с глухонемыми приглашали в церковь Думаю может быть туда пошли Она говорит нет Андрей там сказал что они не собираются Нет все Ну я говорю ты еще узнай Ладно И она попыталась тоже ее никак Вот никак мы не могли Как нас всех оправдали Еще у меня тревожное чувство В отношении Василия Черепанова Я наконец попал туда где он работал И где жил Ну вот там понимаете Двухэтажное здание Бывшее столовое С этой стороны Стороны нашего дома Стороны двора Здесь какое-то предприятие И там два магазина А с другой стороны С другой стороны С противоположной Там какое-то мясное производство То ли там они Раньше колбасу делали Сейчас там что не знаю Там все закрыто И собак даже нету Я стучал-стучал Так никого и там И не увидел Никто меня не открыл Так что не знаю Что с ними Надо в рабочее время еще попробовать Ну вот завтра еще будет рабочий день Не знаю Может быть уже его и нету И бог его знает Вы знаете что-то позвоните Ну конечно А что у него телефон даже Есть телефон Он на этот телефон не отвечает Нет Не отвечает Мне ответили Мне ответили Я говорю А мне позовите Черепанова А он Женщина Какого Черепанова Это мой телефон Уже полгода Но он его не пользуется Он не стал платить И его это Симку забавили Симку передали другому просто А вы не абонеры Я говорю Может вы знаете Он говорит Никого я не знаю И вот так У меня телефон-то есть У меня есть чувство вины Естественно Перед ним Потому что Я как мог Опекал его Он правда Практически не слушал Он же такой Достаточно упрямый человек В себе на уме Да он Вроде как И батюшка так вот Ну поинадите Вы че ж это так Ну вот Ну буду пытаться еще В рабочий Не завтра Попытаюсь еще пойти Да Его брат-то У меня телефона Братова нет Сестры Я думаю Виктор Андреевич Наверное сложно В рабочий день Может быть Кто-то вот Не обременен Работой сходит Туда Туда Куда не знаю Куда У него там рядом Да это у нас во дворе Девятиэтажный дом И сразу во дворе Здесь С одной стороны Там магазин С торца У нас никто рядом Не живет Алена Политикина Ну это далеко Ну Мне сестре надо А Никита Не приехал Такое место Может братья Правда Братья Не сестры Кто-то сходите Раз Виктор Андреевичу Некогда Во время рабочего дня Так никто там Не знает Кто куда Подходи Виктор Андреевич Виктор Андреевич Утром едет на работу Вам наверное Еще закрыто Там вот как едешь Подъезжаешь к этому К девятиэтажному дому С торца Двухэтажное здание И с той стороны С торца Не с торца С обратной стороны Два часа Два часа Кого у нас еще В тельноте Кого-то вчера не было Ну вот кого нет Наташа мне вчера Написала Загуляева У них там с транспортом Утром сложно Она сказала Они вчера Чтобы приехать Токси нанимали Поэтому она сказала Мы сегодня сходим Близлежащий хрон А Добуновку дадёт? Болел Ваня. Болели за него, Игорь Добунов заболел. Больше не о ком не знаю. Про Алексея ещё молитесь за Алексея. А Марина почему не пришла? Вы меня не спрашиваете? Спросите у её супруга. Если он болеет. Мы вчера Алексея Загуляева намертили. Он передавал всем поклон. И 9-го числа его, скорее всего, завтра будет. Больницы пусто. Все дома. Поэтому ему Евангелие привезли целую сумку. А он говорит, а не кому раздавать все. Все чудесно исцелились на Рождество. Видим, увидим. Вчера я разговаривал с Александром Марьясовым. Горячий вам поклон. Привет. Поздравления с праздником. Рад был звонку. Из чего кого есть, какие сообщения давали. И ещё. Мы вчера на вечернем богослужении в Пятером поездили в храм Антония Печерского. Это возле Котельщиков на Ленинском. За ДК Сиба Наргамаш рядом стоит. Такой маленький храмик. Куда можно уже давно ходить. Рядом с Нордвестом рядом. Рядом с Нордвестом. И попросил в конце нас сфотографироваться. Мы сфотографировались. Он говорит, я отправлю владыке Сергею, ему будет приятно. Мы подарили ему три пачки Евангелий. И он сказал, что завтра будем раздавать. Так что молитесь за Оса Дионисия. И он подарил в ответ нам вот православные календари. И сказал богоспасаемой общине, ботеряйской общине. Слава. Благословение. Благое расположение. Благословение. Пожалуйста. Я ещё с ним хотел поговорить на тему ведения занятий. У них велись занятия. Но как-то не получилось. Женщина там одна его блокировала. Может быть в другой раз удастся побеседовать на эту тему. Молитесь тоже об этом деле. Занятия сегодня будут? Занятия сегодня будут, да. Я имею в виду не здесь, а в интернете. В интернете тоже, да. В 6 часов? В 6 часов. Милости просим. Благословение. Николаевна. Если все закончили говорить, то у меня насущная тема наших общений. Эта газета тоже из храма, от того же, где отец Дионисий находится. Город Екатеринбург. Радость трезвой жизни. Я только приведу небольшое количество срок, которые здесь есть. Первое празднование трезвости состоялось более 100 лет назад. В 1911 году. И здесь есть фотография. Город Екатеринбург. В первом послании апостола Петра говорится. Трезвейтесь и бодрствуйте, поскольку враг наш дьявол, как лев рыкающий, непрестанно вокруг вас ходит, ища кого повлотить. Трезвение. Христианский добротетель. Духовное бодрствование человека. Это процесс духовно-нравственного совершенства человека. Как может человек совершенствоваться, когда он находит в циклянном состоянии? Трезвость наша, добродетель, основа нашей христианской жизни. И у нас есть необходимость усилить молитву. А те, кто страдает этим недугом, пьянством, другими недугами. Табакокурение есть. Другими недугами. Даже прием больших количеств таблеток, которые вредят и вызывают побочные действия, называется токсикомания. Этим страдают и старые люди. Они на таблетках. Так что надо усилить нам молитву и об этой нужде. Спасибо Христос за молитвы. Я летал в другую часть света, в Европу. 25-го вылетел и вот 5-го, 6-го января утром возвратился. То есть 4 самолета были. Но летел, конечно, на крыльях молитвы. Когда мы узнали, что, я узнал в Германии, что самолет на Черном море упал, то есть там или теракт или что, сейчас уже обсуждают это в интернете, вот мы с братом ролики смотрели, то молитва еще более усилилась. Когда вот сюда полетел уже, то есть понимаешь, что ты пылинка, и все мгновенно произойдет, и даже, может, глазом не моргнешь. И Господи, помилуй не произнесешь. Господи, прости, я не готов еще прости меня. То есть такое покаянное чувство, что очень редко такое бывает. Вот это вот очень полезно. Ну и, слава Богу, пообщался с родителями Жанны. Жанна поклон всем шлет с Рождеством Христовым. У них Рождество 25-го. Это Константинопольский патриархат, патриарх Варфоломея, глава. Архиепископ Иоанн. Ну, чтобы знали, о ком молиться, это в Париже архиепископ. И мы были все в полном составе, так сказать. Ну, кроме тесте. На богослужении в субботу вечером и в воскресенье к утрам. Ну, богослужения по тому же чину. Храм у них там небольшой. Если потеряешь, то разделить пополам. Даже, наверное, еще поменьше получается так. И в субботу было совсем немного народу. Мы зашли там, всего три человека вместе с батюшкой. Отец не был по какой причине? Ну, он атеист. А в воскресенье, ну, мы не полностью богослужения были. Там малышка, ну, она так удивительно, что она так смотрела внимательно и тихо себя вела. То есть я как бы ожидал другого. Ну, просто еще как бы не знаю. Она еще меня, конечно, не признала в начале. Рот дугой. Заплакала. Но потом постепенно все уже привыкла. Вот понянчился, слава Богу. Ну, были такие беседы. Вот с мамой были беседы. С мамой Иоанной. О том, как я уверовал. То есть молитесь, ее Инна зовут. Моги, Господи. И отец Фабрис. Фабрис, француз. Об обращении, да. Фабрис? Да. Фамилия Фушуа. Это, значит, косарь по-нашему. То есть, наверное, в Ритке были косаря. Ну, слава Христос. Спаси Христос за молитвы. Ольга жрет поклон сестра и всех с Рождеством поздравляет. Завьялова, которая вот живет. У кого? У Ольги. Слава Богу, хорошая. Пешком ходит до храма, там полчаса ходьбы. Снег уже много, занесло, гараж и все. А ей чистить это женщине тяжело. Да и не нужно. Я говорю, уходи пешком. Вот. И она ходит. Как тебе там встретили-то твои родня-то? Встретили хорошо очень. Ждали тебя? То есть, они приехали во Франкфурт, там два с половиной часа ехать, если пробок нет. И намотали свои. Фабрис встретил и Анна. А вот обратно провожали уже с малышкой. Ее ни с кем не оставишь, мама работает. И обратно они возвращались, шесть часов ехали. Там авария случилась в Германии. И перекрыли полностью, три, кажется, или две полосы полностью перекрыли. Они там объезжали, заблудились где-то и тяжело было возвращаться. Ну, так Господь сохранил, приехали они позже. Вот. Ну, слава Богу. Жалко тебя было провожать, ты добрался раньше, чем в них. Туда летел, в Барнауле минус 20, в Москве минус 2, во Франкфурте плюс 8, в Меце плюс 12. А обратно по-другому было. В Москве минус 16, у нас минус 2. То есть, климат поменялся. Но у них там, говорит, ожидаются морозы до минус 10-15, что бывает очень редко. То есть, как у нас, наверное, минус 50 очень редко бывает. Ну, практически сейчас в последнее время нет, да? То есть, там что-то и там... Ну, я говорю, я вам сибиряк привез в сибирскую погоду. Так что терпите. Ну, у них там минус 2, вот так, заморозки. Это зима. Это у нас заморозки в сентябре, это зима вот такая. Снег выпадет, растает. Тонкий ледок там на озере, лебеди там плавают. Так интересно, они лед колют, как стекло. Приземляются по льду. Их вот так вот катятся, катятся, потом лапками красавицы-лебеди. Ну, конечно, впечатления такие, что русские бы это как-то все это быстро поменяли. Ну, например, площадка спортивная. Велосипед там, ну, велосипед это все вмонтировано в землю, забетонировано. Тренажеры, все под открытым небом. Детская дальше площадка. Асфальт там, там не асфальт, а вот это мягкое покрытие, чтобы ребенок, если упадет, это... И все это никто не растаскивает. Как так? Я говорю, Жанна, у нас в ночь все это бы спилили. И на металлолом там сдали бы. Все это... Ну, если где-то там чуть-чуть поцарапано, ну, это... Ну, там какие-то хулиганы тоже есть иногда. Но у нас это, я удивился, как бы это металл бы срезали, сдали бы быстро. Ну, вот, то есть, такой менталитет, да. Бегунов очень много, что интересно. И пожилые, и всякие. И без шапок они бегают. Ну, бегуны, спортом занимаются. Мы во Франции еще когда были, вот, в Париже, тоже обратил внимание, что бегунов много. То есть люди... Ну, а заботятся о телесном, дай Бог, чтобы о духовном заботятся. Местный батюшка Пер Андрея, то есть отец Андрей. Он был католиком, перешел в православие. Ну, помолитесь. Помоги Господи. Но он француз, да? Да, он француз. Богослужение там такое же, как у нас. Я даже понял, какой глаз они по-французски пели. Я понял, что третий глаз. Потом у Жанны после службы спросил, как и есть. У нас «Довеселяться небесная», помните, да? А у них там по-своему поют. Но мотив тот же самый. Так что православие, оно, как говорится, и во Франции, и в Африке православие. Исключительно на французском службе? Вот литургия, можно сказать, международная, интернациональная. Значит, по-церковно-славянски он делает возглас. И херувимы поют по-церковно-славянски, а потом по-французски. А верую читают на разных языках. По-церковно-славянски, так как там русские есть. По-румынски и по-французски поют уже. А сколько времени служба длит? Да так же, как у нас. Вечерние два часа где-то. Литургия. Вот первый час почему-то не читал с вами. Первый час нет. Придите поклониться. Еще можно спросить? Еще. Ну и когда ваша семья воссоединится, так чтобы вместе были? Ну, если даст плохо. К лету, да? Богу угодно, только к лету. Мы так поговорили, чтобы малышку крестить. Там погружением не крестят. Ни взрослых, ни детей. Ну, то есть нету крещения. Все летом Ангелинку крестить. А это тот Ангелинка? Петр-то? Петр Андрея. Петр Андрея. Отец Андрей. Да, отец Андрей. Ты с ним имел беседу? Или он только... Ну, много так поговорили. Вот он приходил на беседу, когда мы приезжали во Францию. Он приходил. Это записано все. Немного. Борода. Ну, там подстрижена. О крещении-то тоже говорили? О крещении... О крещении Жанна говорила. Когда вот еще перед тем, как сюда приехать, я говорю, ну, ты поговори там. Ну, и отец Аким советовал с батюшками. И там в других приходах она говорила, нет, погружение не крестит. Вот так вот. А ты сам не разговаривал с отцом Андреем, что Пашу девочку он покрестил, погружает? Нет, об этом речи не было. Ну, там как храмился, воскресенье не получилось у нас. Мы пораньше уехали, не получилось. Документами не надо возвращаться. Так, ну... Все. Документами-то как там? Ну, как, я не знаю, как. Пока отправили... И как? Молиться надо, и Господь все устроит. Помоги Господи. Слава Христу. Чтобы осреднилось Семь. Презиму Богу, мы не мощная. Еще, братья и сестры, у кого есть? Я сегодня иду утром. Родители, как останутся? Полумрак. Я вспомнил свое детство, когда я гостил на зимних каникулах у тетки в деревне. И ходил, славил Христа. Свет луны только, серебристый снег. По сугробам идут от одного двора к другому, от окошка к окошку. Рано встают. И мешок с собой, да? Мы даже не слышали от вестей в детстве. Вам повезло. Нет, я мешок, конечно. У нас ходили, славили. Пел Рождество. Ну, а в конце добавлял там что-то. Открывайте сночки, доставайте петачки. Что-то не доставал? Доставай, конечно. Счедрый, да. Тогда вообще счедрый. Положено было так. Но ты сейчас дыши бояться наваривать раньше, как и вали дети. Да. Так что, такое радостное чувство, оно вот осталось у меня с детства. Нина Александровна, я с ней разговаривала, вечером, это, под пятницу приходили, каледовали у них, в деревне Каледоев сейчас. И утром рано пришли, каледовали. Она там рассказывала о Христе. Калдовали. Была она там, как, напустили ее на свободу? Нет, к ней домой приходили. К ней домой каледовать. Дети приходили, она им рассказывала о Христе. Не знают ничего, и все обсказала, рассказала. Так, еще у кого есть слово? Игорь Александрович, наверняка у вас есть слово. Есть такое слово, случайно. А оно, это слово, совсем не случайно. Сочленение каких-то событий. Вот нужно научиться внимательно смотреть на это. Мы не знаем, откуда ветер дует, дует, дышит где хочет. Там речь идет о ветре, не о духе каком-то. Ну, а сравнение, это так бывает с рожденным от Духа Божия. Вчера наши собирались к Алексею в больнице. И я туда же. А мне сразу обрезали. Да мы там будем где-то на улице долго, я еще там не отсопатился за последнее. Дома меня оставили. Я припоминаю Алексея, сколько он добра сделал, сколько было у нас регистрации, бланки. Это все он делал. И на улице звонят, когда. То звонок сразу здесь и там в двух комнатах одновременно. То есть все Алексеева работа. И так размечтался, раздумался, нехорошее слово размечтался. Я у него не был. Ну, каждый день молюсь все же. И вдруг потянул, а звонок сделан, и как заходишь у нас там вверху над шкафом, счетчик и звонок. И там делать нечего. А я вообще не слышу, когда звонят. А тут потянулся убрать пыль. Вчера в такое время там пыль убрать. Совершенно нет. Намочил бумагу, как знаю, там крылышки лежат. Что-то посыпалось и все связано. Я думаю об Алексею, а сам лезу. И вдруг звонок. А звонок-то прямо от меня вот так оказался. Я впервые за полгода его услышал. Звонят, а никого дома нет. Братья ушли, я один. Но у меня сделал смотритель такой. Я сразу включил, вижу, за воротами стоит женщина. Я ее не признал. Я быстрее, быстрее оделся. С чего она стоит? Почему не заходит? Звонит-то? Я ничего не знаю. У меня все еще в мыслях Алексей. Алексей болеет, а дело его работает. Его звонок. Выскакивает морозно. Стоит дорогая наша сестра Тамара. С той стороны. С чеколду, которой веревочка, оборвалась ни раньше, ни позже. Теперь я допрашиваю. Никита не видел, он как сквозняк проходит мимо. А Володя, как хозяин, видел, что оборвалась. Как же ты мог уйти из дома, не сделав веревочку? Как люди могут зайти? И чтобы я услышал, это чудо просто какое. Почему? Оказывается, ей не сказали, что вчера у нас было утреннее богослужение. Не сказали, что вечером не будет. А я не случайно, когда что-то считает, захожу и смотрю, кто ей занимается. Вчера зашел, ее нигде нет. И не стал ничего говорить. И вот заметьте, случайно, случайно я выговариваю всем, кто виновен, не виновен. Как могли так оставить одного человека, немощного, заброшенного? Мне это такая была печаль. Я уговариваю, пойдем погреешься хотя бы. Нет, не надо. Что-то на улице маленько сказал. Когда братья приехали, вечером уже где они рассказывают, побыли, раздевайтесь, не раздевайтесь, даже в дом не заходите. У меня есть кабель такой, телефонный кабель, очень прочный. Идите и сделайте, там сейчас сделают дети. Идите и сделайте, отец повелевает. И ушли они туда. Это маленькое событие. А у меня разгола наполнена все время одним, считая Писание, у меня образы пошли, жители, святые, зацепка. Случайно. А случайного нет ничего. Сон. У нас сон пропадает что? Пульхерия Ивановна. Что бы мне такое поесть? Сарасельские священники. Ну вы знаете, кто написал это. Что бы такое поесть мне? Да вот это сразу сонную прислугу разбудили, поел маленько. Да вроде мне полегче, Пульхерия Ивановна. Вот такая история. В интернет. Вот в интернет. Да правитель, президент. Сна нету. Стол. А тут нет сна. Заглянул, библиотекаря вызвал. Я перевожу на сегодняшний язык. Не спится мне. Что-то интернет плохо не работает, там колбаситы. Давай, неси, что там есть в библиотеке. А библиотеки-то сейчас свитки. Первое, что было, видимо, взял событие. Считает. На него покушение было. На меня покушение было. И один человек доложил, что разоблачил двух монахов, там, евлухов. И их казнили. Вот это да. А как наградили? Никак. Никак. Да после нас будут цари, будут читать библиотеки и скажут, какая свинья была-то от таксеркста. Он даже не отблагодарил. А кто это? Да иудей, еврей, мордахей. И вот он теперь размыслил. Что же делать-то? Как отблагодарить-то, чтобы весь мир-то знал-то? Интернет не изобрели, телефона нет. Нигде не... Почта не работает. Что делать? Дай-ка я спрошу лучшего советника. У того мечта захватить это царство. И царь-то ему говорит. Как бы такого ты думал отметить? Ну, кого отмечать? Меня. У него сразу мысль. Меня, значит, что одеть царскую одежду, посорить на царского мула и провозгласить. Так бывает со всем, кого царь хочет отличить. Он говорит, вот это ты и сделай, мордахей. Вы знаете эту историю? Да. Это случайный сон? Не случайно. От Бога это. От Бога. И это от Бога, когда это... И мы начинаем рассуждать. Кто на море не бывал, тот горе не видал. И вот бывает на море волнение. А волны когда поднимаются, наверху волны можно увидеть, а дальше опять провалился, его никто не видит. И там люди, которые уже третий день, ничего во рту у них нету. И видят далеко корабль, молятся, и они все стали молиться. А у них только что-то там, одежу повесили вместо флажка-то, и все. Ну, где издалека-то кто увидит-то в море, то там же не видно волны, скрашивают все. Но у Бога все вымерено. И в этот случай, когда читаешь, думаешь, Боже, и ты на это смотришь. В это время выходит там священник, так назовем его, он берет книгу почитать. И в это время задремало, корабль-то качается в это время, а солнце уже касается горизонта, прямо за море уходить. А волна небольшая только идет. И в этот момент он заснул, книгу уронил. Книгу-то наклонился поднимать-то. И в это время глаза кинул, а там подняло на волне, напротив заходящего солнца, он видел этот флажок. И он как-то кричал, человек за бортом. Корабль остановили, паруса опустили, плавает, остемнялось, нигде ничего нет. А те ничего не могут сказать, только шепотом говорят. Все пересохшее, воды в горле не было, трое суток. Вот возьмите, случайно, это тысячная доля секунды, только когда поднялась, и он вышел, уронил, заснул. И в это время вскинул глаза, и увидел на горизонте, и напрямую против диска солнца. Это вообще сказать нельзя. И это все описано в литературе. Надо припоминать чаще то, что нам кажется случайным. И сколько тогда благодарений будет. Мне Тамара еще раз стало до того, жалко до слез. Она ушла. А я ее сочиняюсь с Алексеем. Как бы не Алексей-то, я бы не расслышал. И дальше-то все остальное пошло. Я не знаю, насколько тут уж дойдет это. Вот о чем ты думаешь, так и есть. Я попутно хочу сказать событие, которое, как бы, не случайное. Вы думаете, швейная машинка так просто изобретена? Вот это, чтобы иголка была и цепляла. Сколько мучений принял, кто изобретал. Он изболелся. И вдруг во сне видит. Идут войны у всех. Копья наверху. Но на вершине, где копье самое, там дырочка. То есть у иголки надо сделать дырочку не сзади, как всегда, а с той стороны. И он это увидел и понял. Открытие сделал. И все машинки на этом принципе. Вот Павел думает, куда пойти. Пойдемте, братья, туда. Препятствия. Что за препятствия? Меня это очень интересует. Неизвестно. Или событие, или... Ну, непонятно. В другое место пошли миссию. Опять препятствия. Но Павел не успокаивает, если он молится. И вдруг видение. Некий муж македонянин. То есть, теперь ему точно в строку видение. Приди к нам, помоги нам. Ну, почему не раньше? Истомился он этим. Сколько раз нас где-то Господь звал, как Павла. И он, братьям, сразу маршрут меняем. Туда хотели, туда. Не туда, туда идем. Туда, скорее, в Македонию. Туда. Там нас в Люгославии ждут сегодня. Вот как. Посмотрите. А около вас там мешочек лежит. Вот сфотографирую его. Посмотри, какие надписи. Нет, вот, под ней. Вот, 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 внизу. Поверни его. Читай внимательно. Повыше голову, вот так. Считай. Вот это чего-то стоит. Читай. Каждый христианин благовестник. Монашество запечатало то, что написано. Мы через эту надпись, это не случайная надпись, потеряли два миллиарда мусульман. Не миллион, а миллиарда. Но здесь-то главное, что не прочитал. Прочитай слух. Не прочитай слух. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А крупно? Каждый христианин благовестник. Каждый. Не апостол. Евангелие от Марка 16-15. Вы понимаете, это не нашего круга людей где-то, но все время об этом молимся. Наконец даже и на мешочке появилось. Это не случайно. Иногда бывает, выбор падает на одного из тысячи. Иногда на одного из миллиона. А тут выбор падает на одного из семи миллиардов. А где это? О мощах. В прах ты и в прах возвратишься. И сегодня, чтобы не дать его похоронить, то может быть один случай где-то у православных. И что на этом мучаются, страдают, с трупами возятся. Каждый христианин, ребенок, все жития святые говорят. Если нет распространения, нет сей, и что ты осенью придешь собирать-то? И не случайно этот мешочек к нам пришел поддержать нас. Есть люди, которые мыслят по-евангельски. И я не думаю, что человек, который писал, он Евангелие не видал. Он все написал по Евангелию. Павел сидит в тюрьме. В это время заговор. Заговор страшный. Ни два, ни три человека, а сорок. Единодушно. Киллеры. Убить Павла. И в это время, как они не побереглись-то? Павлов племянник услышал. Случайно? И он понял, решается участь. А за этим, за участью, за смертью Павла, участь вселенной решалась. 14 посланий не было бы. Он скорее пришел и сказал, мне нужно видеть начальника. Почему? Узнику Павлу сказали. Павел передал. Все. Мы знаем, что дальше случилось. Ночью срочно 470 воинов ведут его в приторию. И... А тебе не будем пить, не есть? Они все подохли с голоду или что? Они же не достигли его. Обещание-то дано. Что дальше было? И в нашей жизни, когда что-то подобное бывает, это слово случайно надо рассмотреть. Оно не случайно. И не случайно, далеко-далеко не случайно. Чем мы наполнены? Человека послали выбирать невесту. Как выбирать? Ну, чтобы была красивая. Если парня надо выбирать, кучерявый был, там, чтобы копыт не видно было у него. Ну, хвост, чтобы он где-то там в футляр спрятал. И вот до такого она и выскочит замуж. А этот человек идет и все думает. Вот если бы попалась такая, я попросил бы его напиться, а она бы дала. Да еще сказала бы я слов напою. Да пригласила. Вы знаете, о ком речь идет? Что он загадал? А почему? Потому что сын хозяина у этого, или Азера, именно такой. Он знает, если она будет такая скупердяйка, еще получится, то все на разрыв. Чтобы и она была такая же добрая, как Авраам. Вылавляла странников, такие, как Исаак. И вот она, эта Ревехка. Сбоку-то и не припеха оказалась. И в ней это благословляются все жены, когда венчаются в церкви. Яка Ревехку, да благословить тебе Бог. А все-то это затеял-то слуга. Слуга. Если бы он... Там много было девиз за водой, то они пришли. Хохотушки хорошие, красивые. Ну, форма вся у них, все при них-то. Но главное оказалось за одной. Она пригласила. А у нас и корм есть. Мы солому дадим. У нас там у папы-то, у тяти, канистры с бензином. Машину тебе заправят. Все. Еще из этого получилось. Все это не случайно, если только мы начинаем думать, размышлять, как Серафим Саровский выразился, чтобы ум плавал в Евангелии. Я несколько моментов таких показал. Бывает очень хорошее, но бывает и... Не очень. Бывает, человек думает о плохом, а ему тоже наворачивает враг. С другой стороны, и помощники вместе стали, видите. Про них я считал, в газете «Труд» было написано. Были на практике они, медицинский институт. Ну и столики на четыре человека. Обедать. Ну, бросились. Никто их не выбирал. Кто куда сел, там и было. Все четверо окажутся убийцами. Студенты. И там главного у них, его прозвище было «Череп». Скольких они людей убили невинно. Никто их не уговаривал. Никто не соединял за одним столом. А это означает подряд почти все такие. Только 70 человек умрили от боярышника в Иркутске. А теперь в Красноярске. Заходит вся семья мертвая. 23 года невестки, все мертвые лежат. Опять что-то вкусили. И спрашивается, как о нас думают. Да когда вы передохнете все русские, чтобы землю эту заняли нужные люди. Прошлая Россия. И все это. Русь святая. Ничего этого нет. Давайте зацепимся за то, что ненужность убирает Господь. Семь лет грешников люта. Нам никто не сочувствует. Погибли люди даже на самолете. И то поскорее бы вы сдохли все. Освободили место. Единственное хвально, зачем только что. А придумали оружие, оно будет выжигать всех. Воевать-то некому. И мы должны сегодня усилить молитвы и за правителей, и за священников. Чтобы не лгали народу. Нас ненавидят во всем мире. Люди не едут на курорт, если узнают, что там русские есть. Все в интернете показано. Зачем ехать туда? Они безобразничают. Это невозможно даже. Что они там делают? Это просто надо видеть. Это в интернете, когда смотришь. Это не люди как будто бы собрались. Я все вспоминаю Хаджи Мурата. Когда русские отступили, воюют с чещенами. Все разгромили. На зиму сено сожгли. Пасеку опрокинули. Маленькие сынишки были расстреляли. Аксакала около костра. Остались одни дрожат. Аллах, а зачем эти люди живут? Это о нас. Мы пожинаем то, что посеяли. Нам нужно молиться за прошлое, за предков, которые завоевали, где Лермонтов воевал. Что там было? И нас ненавидят на законном основании. У людей тысячу раз больше желаний или обоснований, то что они нас ненавидят. Как-то этот гнев угостить чем-то милосердием, добром, молитвой, а то еще кому-то где-то грозят. Да по сравнению с другими, так глянь, как одеты люди и кто наш это, в каком виде все это видится. Я засыпался за маленький звонок. И все это я теперь обратил к Алексею. И всю эту цепочку размышлений, болящий Алексей, помолимся, да воскреснет наш брат. Ему передайте. Я молюсь о том, чтобы он каждую субботу приходил в церковь выздороветь. И никогда не пропускал наших занятий. Можно как-то? Игнатих, у нас бабушка была знакомая, когда еще девчонкой была. Она была глухая. И у нее к звонку была лампочка висела посредине. Как звонок звонит, лампочка синяя загорается у нее. Это я помню. Может сделать так? А зачем? У меня окошко есть, подойдут, постучат. У меня телефон рядом. На расстоянии вот как она. Телефон у меня открыт. Нет, это в такое оборвалась эта веревочка, нету. И братья ушли одно время, но мне ничего не надо. Мне как раз. Можно я спрошу? Игорь, спрошу, пожалуйста, Тамара, у нее есть личный мобильный телефон? Нет, нет, я ей говорил. Ну пусть она купит самый дешевый, хотя бы смс-ки могли бы писать. Я это уже все сначала объяснил, конечно. Ну, это все сложно. Света глухонемая, она просто легко научилась смс-ки писать. Дело не будет, а дело в том, что человек с техникой не расположен. Не передай ей, что говорите. Чтобы она знала, что говорят неплохое. Да. Что ее любят. Ну, конечно, а то она так в неведении через сестру. Сестра ничего не берет трубку, ничего, видимо, не передает. Ну, она, как ты, уже человек молодой, и ей сложно это воспринять эту технику, понимаешь? Ну, не знаю. Ну, какие-то баба-фон такие с большими цифрами, знаешь, такие телефончики. Братья и сестры, я способился посмотреть фильм многосерийный, 8 серий. Григорий Р. Закончил смотреть как раз 6 января. Вот я уже не первый раз слышал, читал, смотрел фильмы об этом Распутине, Григория Распутине. Всегда, ну, всегда вот преподносили его личность в таком неприглядном виде. И у меня всегда оставалось, я как-то это принимал, но не до конца, и оставалось такое глубокое сомнение в том, что это вот все правильно и истинно, то, что на него говорят. А этот фильм, он, в общем, мои сомнения полностью, наверное, рассеял. Эта личность, как уже говорил Игнат Тихонович, это уникальная личность, это знаковая фигура не только для нашей России, для судьбы всех народов, можно сказать. Потому что эта фигура сыграла большую свою роль, которая была предназначена свыше, я так полагаю. И после его смерти последовала смерть царской семьи, что он тоже предсказывал. И потом начался переворот, который и продолжается до сих пор, когда пошли потом брат на брата, сын на отца и далее. Советую всем посмотреть. Это художественный документ? Художественный, но он поставлен, думаю, что хорошо и основан на исторических событиях, естественно. Просто понятно становится, что... Да, кстати, это Анна Александровна Вырубова. Она прожила, как и предсказал ей старец Григорий, что ты еще проживешь 50 лет. Она умерла в 64-м году. Ей удалось выехать в Финляндию, и там с матерью они выехали туда тайно. Анна Выруба, с которой он общался. Еще у кого есть какие-то слова, какое слово? Все высказались? Ну, стало быть, еще занятия, да? Занятия, песнопения, занятия. И в 6 часов вечера тоже по интернету занятия. Благодарим Господа. Завтрак. Господи, защити Родину нашу от нашествий. На племенников, от внутренних распри, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем и проповедуют смело и инославным оба Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Его. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а воотче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok